Сибирское гостеприимство и классные фотки с Байкала. Вот чем запомнилось туристам из Москвы и Екатеринбурга путешествие в Бурятию. Чартерные туры запустили с 6 февраля. Нам все нравится, мы вот только-только, да, еще тогда наши путешествия начинаются. Мы уже увидели кусочек красивого льда. В общем, ждем и искушаем, что будет еще интереснее. Уже много крутых фото у нас в своем контроле. И очень понравился народ гостеприимный. Изначально мы купили билеты туда-обратно, в Екатеринбург, и получилось 5 тысяч начальными трейсами. План был, что мы сами себе составим маршрут. И, помыкавшись в одно место, посмотрев в другом месте экскурсии, поняли, что вообще выгоднее именно туром ехать. Заплатили за трансфер и проживание за неделю 14 тысяч. Получилось 19 тысяч, и нам кажется, что это вполне бюджетно и очень удобно. Как показала практика, внутренний туризм может достаточно хорошо развиваться. Тем более в таких необыкновенных местах, как Байкал. Ожидается, что до конца марта нашу республику посетят 2,5 тысячи туристов. В марте у нас полетит только Москва, потому что Екатеринбург был таким пилотным проектом. Он достаточно хорошо себя зарекомендовал. И мы сейчас уже готовим летнюю чартерную программу уже с Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. То есть уже с трех городов готовим летние программы. Сколько у нас уже побывало туристов? Уже полторы тысячи прилетело к нам за февраль. И вот немного недели марта. Путешествие такого формата организовывает туроператор Туи благодаря господдержке. Цены для желающих посетить Байкал достаточно демократичные. Путевки стоят от 20 до 50 тысяч рублей. В зависимости от размещения гостей, питания и предпочтений, касаемо экскурсий. Юлия Пермякова, Константин Гармаев. Новости дня.